Добрый вечер, 17.30. Мы начинаем нашу лекцию. Нас мало, но это ничего. С нами, как и в тот же раз, Татьяна Белова из Большого театра. Человек мой главный, что с нами, Дракон Кучинев, его соавтор и его героев. Это гораздо интереснее и важнее, поскольку говорить мы будем в первую очередь о них. И о том, почему, мадам Баттеркей. Только скажите, насколько меня слышно? Нормально? Почему мадам Баттерфляй? Такая странная операция, которая как будто ничего не происходит. До сих пор уже больше ста лет нас всех так волнует и кажется нам одной из вершин вообще музыкального искусства и театрального. Мадам Баттерфляй, в том виде, в котором мы ее знаем и любим, появилась на свет в 1904 году. А придумана она была так же, как многие другие пучиневские оперы, в первую очередь не на основе литературного его переживания, а на основе театрального. В 1900 году, когда он приехал в Лондон на премьеру своей доски, на тот момент самой свеженькой оперы, он пошел в Лондоне в театр, где давали новую модную драму Дэвида Беласка названием «Мадам Баттерфляй». Действие драмы Беласка происходит примерно там же, где второй и третий акт пучиневской оперы, то есть там нет самого начала, зато есть история страданий, переживания доставленных женщины, ребенка, ее мечта о том, что вот вернется ее американский муж и финальное самоубийство. И пучиньи, который не знал английского языка, был настолько потрясен происходящей на сцене гибельной драмой, что по воспоминаниям Беласка бросился к нему за кулисы и экспансивно объясняясь на итальянском, вставляя какие-то отдельные знакомые ему английские слова, немедленно, со слезами на глазах, начал трясти автор буквально за грудки, требовать от него прав на то, чтобы превратить его драму в новый опер. Понятно, что Беласка согласился, но процесс, собственно, юридический занял некоторое время, и работать над новой оперой уже вместе со своими привычными соавторами Джузеппе Джахозе и Луиджи Ильикой Пучиньи начал, по сути, только в 1901 году. Работа над Либретто шла очень тяжело, так же, как во все предыдущие образы их сотрудничества, и не случайно «Мадам Бутерфляй» стала последней оперой, которую они написали таким «Трем вератом», отчасти потому, что через два года после премьеры «Бутерфляй» Джакозе, главный поэт в этом «Трем верате», умер. С Ильикой Пучиньи больше толком не сотрудничал, возможно, причиной этому были достаточно серьезные творческие конфликты, которые у них случались. В 1901-1902 году они активно обсуждают сценарий, возможные изменения в нем и дополнения, которые нужны относительно исходного источника, относительно драмы «Беласка», привлекают к работе другие уже литературные источники. В 1903 году, когда Либретто почти готов приняться за сочинение музыки, он попадает в тяжелейшую автомобильную аварию, полгода лежит, не вставая, буквально по частям собирают ногу, ее пришлось второй раз ломать, чтобы срослась правильно. Полгода лежит, ничего не может делать, бесится и изнывает совершенно от невозможности работать, закидывает своих савторов письмами, и издателю своему пишет в какой-то момент, вот я наконец-то придумал, как доволочиться до рояля, так, чтобы можно было устроить ногу, сесть писать, продолжают писать «Бутерфляй». В 1904 году Рикорде уговаривает своего главного композитора дать премьеру оперы на сцене Ласкало. Это была большая ошибка, потому что такая опера, которая получилась в Пучине в первом варианте Ласкало, не годилась, не могла пройти совсем. Несмотря на участие прекрасной совершенно актрисы, которая в Пучине за два года еще до премьеры пригласил петь главную роль Розины Сторхио, премьера провалилась. Вот Розина Сторхио с кимоно и с веером, есть целый ряд фотографий того, как Сторхио учится разным японским фигурам и жестам. И, несмотря на все это, премьера оказалась неуспешной. Пришлось забрать партитуру из театра, заплатить неустойку, переработать свою партитуру. И дальше премьера стоялась в 1904 году, практически в той версии, в которой мы знаем ее сейчас, в маленьком городе Бреши. И уже оттуда, после большого успеха, пошла завоевывательная. И, по сути, сейчас она остается таким пиком японской и вообще восточной темы в литературе и в искусстве начала XX века, начало которой положило феноменальный успех французского романа Пьер Лади «Мадам Хризантема». Роман отчасти документальный. Пьер Лади – это псевдоним, под которым скрывается французский моряк-мписатель Жюен Био. Он был флотский офицер, много плавал по разным экзотическим странам и травил байки своим друзьям морякам, и те уговорили его написать роман. И в начале 80-х годов Кир Лади издает первый свой роман о похождениях флотского офицера и турецких барышей. Дальше Лади пишет о своих приключениях на Таите с тамошними красотками, из чего потом вырастает французская опера Лакме для Уделиба. Дальше Лади пишет про Западную Африку, и в 1887 году уже это такой сериал морской, эротический. В 1887 году Лади публикует роман «Мадам Хризантема» о приключениях, соответственно, моряках европейского и японской гейши. И довольно быстро, по крайней мере по французским меркам, этот роман получает оперную версию, появляется опера «Мадам Хризантема», но она не выходит за пределы Франции. А вот в 1898 году на волне моды, скорее литературной, чем музыкальной, на либретто того же самого Луи Чейлики, который был автором учения, Петро Масканье, один из самых махровых иеристов, которого мы все знаем по опере «Сельская часть», пишет оперу «Ирис» о девушке с цветочным именем, с элементами как бы японской культуры, поскольку в либретто присутствуют герои по имени Осака, Георг и герой по имени Киото. Как бы аромат японскости соблюден, экзотический колорит, дан так, как надо было, или, в общем, совершенно не гонялся за эконографическими подробностями, смотря на то, что писал он, это либретто для главного эфириста, который как бы считал нужным давать сцене правду жизни. Нет, или такие вещи совершенно не беспокоили. И, может быть, от этого начались их конфликты с Пучини, потому что первым делом, когда Пучини взялся за вода в Путерфляе, он сказал Ирике, никакой ирис. У нас все будет по-настоящему, по-японски, как надо. Но и базовая идея, которая, в частности, была в основе ирис, то, что честная девушка не может быть гейшей, а как только она вырез в силу обстоятельств и подлых интриг главного злодея по имени Киото, она оказывается гейшей, ее отец от нее отрекается, все ее проклинают, она в ужасе кончается с циклубийством. Так вот, и все это на фоне как бы японского колорита. Пучини сказал Ирике, нет, мы не будем писать ирис, никаких обманов, мы будем сочинять настоящую японскую драму. И за настоящим японским колоритом, кучини, обращается, в частности, к жене японского посла, едет в ней в Рим, она рассказывает ему о каких-то местных традициях, о свадебных ритуалах, наигрывает ему на японском народном инструменте, семисене, некоторые мелодии, часть из них войдут в оперу, но примечательно другое, при всем своем стремлении сделать настоящую японию, кучини все равно не избежал, ну, скажем так, соблазна использовать любой восточный колорит, потому что часть японских, как бы японских мелодий, которые входят в партитуру «Мадам Паттерфля», следовательно, очень долго не удавалось атрибутировать. Ну, не записаны они, нет таких нот. А он, естественно, нигде не помечал скрупулеты в партитуре, вот эти три этапа заимствованы оттуда. Такого подарка никаким исследователям он не оставил. И совершенно случайно уже в недавнее время в музее в Америке обнаружилась музыкальная шкатулка китайская. Конкретно вот эта шкатулка производства 1877 года, в которой записаны шесть китайских мелодий. Три из них оказались применены в турандоту. А две – «Мадам Паттерфляй», как главная японская тема. И вот, собственно, тема, с которой Паттерфляй появляется на сцене, вот это ее такая широкая, распевная, цветочная тема, тема, главная тема юной девушки, пришедшей до зов любви, это как раз тема, заимствованная из вот этой механической шкатулки с китайскими мелодиями. Причем, продокс в том, непонятно, знал ли об этом учении или нет, что конкретно эта мелодия принадлежит к такому разряду вовсе не ритуальных и не возвышенно-поэтических песен, а вовсе даже наоборот, она такая довольно фривольная, когда она со словами по-китайскими даже отчасти непристойная. И не исключено, что ученик об этом знал и тоже в эти игры немножко поиграл, что вот butterfly приходит как образец невинности и чистоты, при этом с точки зрения западного человека, она гейша, она зарабатывает себе на жизнь тем, что вступает в связи с мужчинами, и как бы такой еще отбиск травианты на ней тоже существует. Если всерьез начинать разбираться с японскостью мадам butterfly, всплывут довольно много несоответствий того, что говорят эти псевдо-японцы, с тем, что сами японцы считают правдой о своей стране. От имен богов, которых поминает Сузунки и вся японская родня butterfly, нет никакого камня, никакого сарудосика, в 2003 году японцы как бы к столетию оперы составили целый список этнографических ошибок в либретто и в музыке, и в ритуалах, которыми пользуются герои Кучини, в свадебной церемонии, в том, как устроен дом. Список, на самом деле, вот его весь привести нет возможности, он достаточно большой. В частности, выдуманный японский мудрец Акунава, которого цитируют Сузунки, когда знакомятся с Пинкертоном, вплоть до того, что когда дядя Бонзо приходит проклинать свою племянницу за то, что она отреклась от веры предков и приняла христианство, дядя Бонзо обращается к ней в Чучо Сан, чего настоящий дядя по отношению к своей настоящей японской племяннице сделал никогда не может, потому что Сан – это приставка обращения низшего к высшему, более младшего к более старшему. Это такое уважительное обращение. И никакой проклинающий Бонзо так никогда бы в жизни не сделал. И те же японцы выпустили как бы отредактированный клавир оперы «Мадам Маттерфея», предлагают теперь всем театрам пользоваться только им, с подредактированными реалиями, с подредактированным текстом, с правкой на правильные приставки, на правильные слова. Но уже начиная с 1915 года, то есть практически очень немного времени прошло после премьеры, японцы, по крайней мере, отчасти признали «Мадам Маттерфляй» как оперу, которая имеет право представлять их, несмотря на все вот эти мелкие несоответствия. И одна из самых знаменитых японских певиц, спевших «Мадам Маттерфляй», собственно, сделавшая себе карьеру на партии «Мадам Маттерфляй», была Тамаки Пиура. Она в 1911 году впервые выступила как оперная певица у себя в Японии, в 1913 году отправилась на стажировку, и у нее появились какие-то контракты в Европе, в 1915 году в Лондоне, в том самом Лондоне, откуда началась оперная история «Мадам Маттерфляй», один предприимчивый апресарио затеял такой вечер опера в исполнении «Чужих», можно, наверное, так перевести, где основные действующие лица оказались как раз певцы из Японии, из Азии, из каких-то неведомых стран. И Тамаки Пиура тогда пела «Маттерфляй» просто в концерте, а потом ее очень быстро продолжили ангажемент, и дальше она практически 20 лет с этой партией, а также с партией в опере «Мадам Хоризонтема» и еще в нескольких уже специально для нее написанных японских историях выступала по всей Европе, и особенно в Америке была очень популярна. И с одной стороны, вот как бы эта легитимизация японскости, с другой стороны, все исполнительницы «Мадам Маттерфляй» так или иначе пытались консультироваться с настоящими специалистами по Японии, ведущие лирическое собрано 30-х годов Тоти Дальмонте. Тогда не было принято петь все подряд, и у нее было несколько партий, в которых она специализировалась, и тоже с ними путешествовала по всем театрам мира. Вот «Мадам Маттерфляй» была одна из них. И Тоти Дальмонте специально заказала себе из Японии настоящие кимоно, настоящие парики, чтобы все-все-все было натурально и как должно быть. Страшно расстроилась, когда все записочки, которые были приколоты, заботливо, каждые детали костюма, оказались на японском, еще потратила кучу времени на то, чтобы найти переводчика, который бы ей все это располковал, и потом очень гордилась тем, что вот она выступает в настоящем японском кимоно. Примерно тогда же Станиславский репетировал со своими студийцами «Мадам Маттерфляй», и тоже очень был озабочен тем, чтобы все правильно двигались, правильно поворачивались, правильно обращались с аксессуарами. Вот цитату не буду повторять, я думаю, что всем видно. Очень он об этом беспокоился. И веер, кимоно, парики, меч в гонзе, кинжал, в котором Маттерфляй закалывается в финале. Я надеюсь, я никому не спойлерю, да, все знают, чем он заканчивается. Вот, собственно, предметная реальность очень важна для всех постановок «Мадам Маттерфляй». Я в прошлый раз говорила о том, что «Могему» примерно до конца 90-х годов ставили на всех мировых сценах абсолютно одинаково. Так вот, «Мадам Маттерфляй» в этом смысле гораздо более постоянно. Ее до сих пор почти везде ставят одинаково. И это, может быть, не ошибка, потому что «Мадам Маттерфляй» с одной стороны, это опера о конфликте культур японской, американской, восточной, западной, если говорить шире. С другой стороны, это опера, которая очень сильно замешана на предметной реальности, на той же самой мелкой предметной реальности, на которой, в частности, была замешана эпогема, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, когда жизнь как бы разложена по маленьким ящичкам, маленьких лейтмотивов и конкретных мелодий. С «Мадам Маттерфляй» происходит то же самое. Но при этом парадоксальным образом наша главная героиня, как бы, которая, за судьбой которой мы следим всю оперу, которая должна на протяжении оперы вроде бы пройти какой-то процесс нравственного изменения, какого-то развития, да, с ней должно происходить что-то, что притягивает к ней внимание публики и заставляет включаться в ее жизнь, в ее судьбу. А этого не происходит. Она оказывается, наоборот, персонажем очень статичным, вот пребывающим в этом своем психологическом состоянии сначала до конца. Хотя ее жизнь окружена как бы очень хрупкими вещами. Вот этот домик из бумажных панелей, ощущение общей эфемерности ее, она бабочка, которую Бенкертон, как он сам говорит, Шарплесу, что он готов ее поймать, даже если он сломает ей крылья. Вот эта эфемерная бабочка на самом деле оказывается гораздо более стабильной и прочной, чем как бы устойчивый герой-тенор, который пришел и сломал ей жизнь. Потому что это он, скиталец Янки, это он сегодня здесь, завтра там, это он меняет свое увлечение, свое отношение, свою любовь и свое понимание жизни очень легко. И этот их конфликт существует не только на уровне ментальности, но и, скажем, на уровне языка, на уровне того, как они готовы общаться друг с другом и с окружающими, и на уровне того, какими словами они пользуются. В первоначальном варианте Лебрад, который потом не вошел в окончательную редакцию, был такой диалог, когда Шарплес вполне себе тоже такой американский персонаж. это сейчас он выглядит в той версии, которую мы все знаем, он выглядит очень заботливым и все понимающим, и как бы защищающим, бандерфляя от произвола злодея и генера. Но в самом первом варианте Шарплес с Пинкертоном вместе весил их хикали над тем, как себя ведут и как понимают жизни эти странные японцы. И диалог был такой. Они выпивают в начале оперы и Пинкертон с издевкой показывает на маленькую чашу с водой и говорит, смотрите, это вот по их меркам озеро, осторожнее, вы же утонете. И Шарплес, так как понимающий качать головы, говорит, ну да, мы же с вами в Японии, тут все имеет другие масштабы и другую ценность. И на самом деле вот эту конфликтность Чини изо всех сил смягчал. В той же первой версии Либретта был такой диалог, когда Гора представляет Пинкертону слов, он называет его японские имена и говорит, вот цветок душистый, вот легкое облачко, вот, а эту зовут луч восходящего солнца. Пинкертон отмахивается и говорит, ну окей, а я буду звать их и потреблять такое довольно грубое итальянское слово музо, я буду звать их мордами. Морда первая, морда вторая, морда третья. Вот все вот это ко второй версии Кучини безжалостно выкинул. Это сейчас не исполняется и слава богу, потому что на самом деле не это для него было важно. А важно для него было подчеркнуть то, что Мутерфляй остается в понимании, позиционирует саму себя, как мадам Пинкертон, что Мутерфляй как бы принимает американский образ жизни и за всех сил демонстрирует его окружающим. Очень жаль, видимо, режиссеры почитают Мутерфляй идеализировать, а не выпячивая натурализм в ее жизни, потому что что американского, если мы говорим предметной реальности, принес Мутерфляй в эту японскую жизнь. Замки на двери и окна, замки, которых японская культура не знает, а с этого начинается описание, декорация. Вот японский домик, состоящий из бумажных жирн, на которые навешаны прочные замки американского производства. виски и сигарами. История о том, как японские родственники приходили в гости к Мутерфляй, и она их всех отвадила, приходить к ней в гости, потому что она угощала их сигарами. И она, и ее муж, который готов был вполне с ними общаться. Это история из рассказа, который я не назвала, но он у нас был здесь с вами в технологической табличке. Это повесть Мадам Мутерфляй американского же писателя Джона Людера Лонга. Собственно, оттуда довольно подробно было заимствовано либратистами какие-то вещи для первого акта и для середины второго. Так вот, толпа японских родственников вполне себе приходила. К Мутерфляй им было примерно все равно, во что она там верит, отреклась она от веры или нет. Но Пинкертон так настойчиво подчевал их виски и угощал своим лучшим табаком, что они просто не поняли вообще, зачем им это надо. И просто тихо перестали к ним ходить. И Мутерфляй, который кичил с тем, какая она теперь американка, и ей нечего особенно делать со всеми этими странными людьми. Но для Кучини гораздо важнее то, что Бутерфляй говорит Пинкертону немножко о другом. Она говорит, вы существо иной природы, вы существо иного мира. Вы можете научить меня чему-то, чего я не знала раньше. И этот мотив любви через желание постичь что-то новое окажется для Кучини настолько важным, что он и после Мадам Бутерфляй посвятит ему еще свою следующую оперу «Девушка Запада». И важное заключение в том, что происходящее вокруг Бутерфляй по сути не меняется. Она живет как в кухоня. И это тоже было ко мне преткновение в сочинении оперы. Изначально действие должно было происходить в разных местах. Первый акт в домике в Мадамбуре, второй акт в американском консульстве и третий акт опять в домике только чуть-чуть уже переустроен. Кучини настоял в итоге на том, чтобы акт в консульстве либротисты убрали совсем. Сказал, все будет в одной декорации. Его не поняли, его продолжали не понимать, в том числе, возможно, это стало причиной провала оперы на премьере в Ласкало, потому что это опера, которая... Что это такое? Никакого действия, никакой движухи, одна и та же декорация на сцене, примерно одни и те же люди в одних и тех же костюмах. Его действительно не поняли, а он настаивал на своем и настоял. либротисты, в частности, у меня нет доказательств, потому что процесс работы не зафиксирован ни по дням, ни по строчкам, но я думаю, что, опять же, на совести Ильики, который скорее инструировал драматургические ситуации, а потом Джако записал стихи, Ильика все-таки парил извините за такое слово композитору свои любимые какие-то драматургические приемы, в частности, историю о печальной юности Бутерфляй и о том, как она рассказывает сыну, что если его отец не вернется, то ей снова придется идти на улицу, петь и танцевать, просить милостыню, вот всю эту душесчипательность принес в либротто Ильика, ни в каком исходнике ее не было, а у Ильики, зато если внимательно посмотреть на его творчество, достаточно много найдется таких схожих пассажей, например, в опере Андре Шелье, когда героиня Водолена начинает рассказывать о том, как ей плохо жилось после того, как революционеры убили ее мать. Там просто дословное совпадение есть. И вот Матам-Удерфляй вся соткана из такого противоречия с одной стороны стандартных наборов домотургических ходов, которые предлагали добротести с другой стороны, в чиневском желании сделать все совсем не так и сосредоточиться в общем-то на драме одной героини. Можно, наверное, сказать отчасти, что Матам-Удерфляй проложила дорогу монооперам, которые стали появляться уже в 20 веке, в частности, к куленковскому человеческому голосу, который здесь происходит в голове и в сознании одной героини, одной женщины, разговаривающейся с возлюбленным, который ее бросил. С другой стороны, Пучини пытается находить какие-то новые способы минимизировать вообще количество действующих лиц и их отношения друг к другу. Даже там, где его сцена может предполагать диалог или ария, есть такая форма традиционная для итальянской оперы 19 века, когда один герой поет арию, а второй или там несколько вспомогательных в эту арию как бы вклинивают свои реплики. Я так понимаю, что через неделю у нас здесь будет тоска, так вот первая ария Коварадосе, она вот так устроена, он поет, разливается, а резничий где-то сбоку ходит и тихо себе под нос бомбит и комментирует. Вот это такая традиционная вполне форма для итальянской арии, для арии итальянской мелодрамы. Называется она ария конпертикини, ария с репликами дополнительных персонажей. Вот Кучини, первую арию Пинкертона, заставляет Пинкертона самого себя перебивать и как бы замыкает ее на одного героя. ему для того, чтобы перебить собственное высказывание никто чужой не нужен. Это такая попытка схлопнуть действие и замкнуть его на одного персонажа. Послушайте внимательно, пока он распевает про то, что скитали цьянки, повсюду хорошо, а потом внезапно музыка перебивается и он обращается к шарплясу и спрашивает, вам хочу налить пумш или виски. И потом дальше продолжается вот эта самая мелодия. То есть ему, у него с одной стороны есть повод обратиться во вне, а с другой стороны он самодостаточный даже для того, чтобы ударю перебить никто не нужен, он сам справляется. И то, о чем, опять же, мы немножко говорили, когда говорили о богеме, Кучини пишет музыку, которая, и, соответственно, музыка инфтуирует действие, которое постоянно как бы меняет точку зрения. Если ее просто слушать, такое ощущение, что ты смотришь кино, в котором постоянно идет смена планов от общего к крупному и наоборот. Как бы музыкально и текстово вычленяются разные фрагменты одной большой картины. При этом картина, как мы с вами уже сказали, фактически не меняется. Те же самые ширмы, те же самые деревья, те же самые люди. Просто переключается фокус внимания. Это то, что очень легко сделать когда ты снимаешь кино, и это то, что гениально совершенно применено в фильме опере Жанна Пьера Панеля. Очень советую всем посмотреть, запись доступна. И то, что очень трудно сделать на театральных сценах, потому что театральная сцена провоцирует зрителя самого как бы постоянно менять фокус, точку зрения, следить за разными персонажами, но режиссер должен выстроить это действие так, чтобы это получалось. Пучини все это конструирует в музыке, но при этом не помогает зрителю. То есть, помогает слушателю, но не помогает зрителю, потому что, опять же, картинка на сцене меняется плохо. с другой стороны, Пучини используют такие чисто кинематографические тоже монтажные приемы. Изначально между вторым и третьим, между тем, что сейчас второй и третий арт, не было никакой паузы. Опер отписал двух действий. И вот это ожидание «баттерфляй» и потом внезапно наступающее утро, все это был один друг-другический эпизод. И музыкально, и сценически. Сейчас музыкально там приходится делать паузу, но сценически по идее этой паузы не должно быть, а «баттерфляй» должна появляться на сцене после антракта в той же позе, в которой она ждала всю ночь. И, видимо, весь антракт. И тот хор, который сопровождает ее ночное обдение, он, с одной стороны, выполняет ту же функцию как бы сил природы, какую, например, выполняет Вердия Бригалетта, а с другой стороны, он как бы является отражением не столько природных сил, сколько ее собственных эмоций. постановки мадам «Баттерфляй» ну, они как были, так и остаются практически идентичными внешне, за редким исключением. В Советском Союзе мадам «Баттерфляй» одновременно ставили как оперу про плохих империалистов, подлых американцев, и как оперу постраданиям женщины в условиях феодального общества отстала Японии. Вот отсылаю вас в частности к прекрасной выставке, посвященной постановскому опер-пучине в Самарском, он же Куйбышевский театр оперы и балета, и как только не изгалялись с названием этой оперы, там можно посмотреть по афишам и по программам. Это внизу в левой рекреации. Спасибо. Единственная установка, в которой применен был вот этот самый настоящий антиколониальный пафос, обличающий не столько подлого изменчика Пинкертона, сколько вообще всю западную цивилизацию, которая порушила самобытную реальность Японии. в постановке проявляется то, как под американским флагом в Японию пришли табак, виски и вообще общая неустойчивость. Это спектакль Петра Конвичного, такого радикального немецкого режиссера, который очень много работал в австрийском городе Граце. Как ни удивительно, при том, что этот спектакль очень отчетливо начала 90-х годов по стилистике, он до сих пор иногда на европейских сценах возобновляется, в частности, не так давно его играли в Братиславе и где-то в Чехии по-моему тоже была постановка. А единственный человек, который решил показать Японию почти без ее предметной реальности и вообще сосредоточиться не только на конкретной Японии, сколько на далеком Востоке. И Пинкертон у него тоже попадает в вот этот вот дуэт в белом, это дуэт Матерфляе и Пинкертона. И показать Восток скорее как пластику и специфику ритуала, такую медитативную, замедленную был Роберт Уилсон. Он поставил свой спектакль в Париже в 1993 году и дальше этот спектакль тоже кочует по разным сценам мира. Вот в Большом театре у нас его играли с 2005 до 2010 года, но пожалуй, все равно самым адекватным воплощением из мировых, которые можно сейчас увидеть, остается фильм Джан Кера Панеля с Доминко Эмирелло и Фрэнни. И он ценен, конечно, не столько набеленным лицом Фрэнни. Доминко вспоминает о том, как ей больно было, когда ей под этими белилами еще утягивали глаза от японских разрез, и как она бедно страдала от боли, потому что глаза большие, и довольно сильно приходилось утягивать, но ценим этот фильм скорее вот именно кинематографической сменой планов, и тем, как через перестройку визуальную можно услышать вот эту монтажную историю, присутствующую в самой музыке. У нас есть еще две минуты. Если есть, покажу еще немножко анекдотов про то, как наоборот сами японцы присвоили себе Мадам Матерфляй как сюжет и как персонажей. Они не только ошибки в либератной партитуре отмечали, но и в частности, например, разыгрывали представление Мадам Матерфляй вот это кукольный театр Букрапа. Видите, кукольники большие такие японские куклы, которые все это играют. А еще в середине десятых годов их завелись свои такие мюзикольные ревю и совершенно потрясающим антуражем кончевицы сравнивали их с лучшими музыкальными ревю Америки и Лондона и говорили даже, что японские превосходят их по качеству и роскоши и экзотичности персонажей. Так вот, одним из таких ревю стало музыкальное шоу «Токарацука» они назывались стала такая сжатая история «Мадам Матерфляй». А в 1953 году уже после войны, что само по себе очень важно, поскольку, как вы понимаете, напряженность между Японией и Америкой после Второй мировой войны была совершенно невообразимого размера и Нагасаки, в котором происходит действие после Второй мировой войны стал точкой еще более напряженной. Вот в 1953 году в Японии появляется мюзикл названием «Три поколения Чучу-сан». Одним из главных действующих лиц его оказывается сын Бутерфляй по имени Джоуи. И это одновременно такая отсылка к американизированному варианту имени Джо и тому, как Бутерфляй обещала его назвать, когда вернется его отец Джои, а радость. Значит, сын Бутерфляй, его японская возлюбленная, их дочь, которая тоже в силу разных перипетий оказалась оторвана от родителей и третье поколение дочь уже этой дочери, которая приезжает собственно в 50-е годы в Японию, находит по разным совпадениям своих предков. Все вместе они еще там действия происходят в разные времена, они постоянно что-то вспоминают и показывают еще, как происходило дело в их воспоминаниях. Оперу Мадам Бутерфляй они тоже смотрят, то есть там такая получается рекурсия постоянная. И важно то, что домик Чучу-сан в Нагасаки сохраняется, эксплуатируется как туристический объект, то есть японцы эту историю своей признают несмотря на все неточности, собственные неточности они исправляют ровно потому, что признают это все за свое. Ну вот, как-то так. Надеюсь, что все это вам поможет сегодня смотреть и слушать.